Хейди Жан Хершолт в роли Адольфа Крамера Артур Тричер в роли Эндрюса Хелен Вестли в роли Слепой Анны Томас Бекк в роли Пастора Шульца Мэри Нэш в роли Фрейлин Роттенмайер Сидни Блэкмор в роли Сеземана А также Паулина Мур, Мэдди Кристианс, Мэриция Мэй Джонс Делмар Ватсон и другие Режиссер Алан Доу Автор сценария Волтер Феррис и Жульен Жосефсон Оператор Артур Миллер Композитор Луис Сильверс Солнечным июньским утром В прекрасных горах Альпах Которые простираются к югу от черного леса Двое шли по тропинке, ведущей от Мэйнфилда К маленькой деревушке под названием Дорфли Композитор Луис Сильверс Эйди А ну-ка, оденься Я не хочу, мне очень жарко Воскресное платье ставь И пиджак Поторопись Лад Вы сдалетай? Да Из Мэйнфилда Часть пути мы проехали на повозке Не подскажете, где живет Адольф Крамер? Адольф Крамер, говорите? Да Вы не из этих мест, не так ли? Да, а что? Уходите Нечего вам делать у этого старого язычника Это не ваше дело Его внучка будет жить с ним Да вы хоть знаете, что он за человек? А это уже не мое дело Как к нему пройти? Туда, мимо церкви Но прислушайтесь Не отдавайте ее Субтитры создавал DimaTorzok Все знают, что нельзя поворачиваться спиной к стене Старому Торку Да Какой он у тебя невоспитанный Как тебя зовут? Я Питер Предводитель козлов А ты кто? А я Фейди Я буду жить со своим дедушкой Адольфом Крамером Жить с ним? А тебе не страшно? А почему мне должно быть страшно? Скоро узнаешь Если ты его сильно разозлишь Он может отрубить тебе голову Вот так Мне все равно, что вы говорите Она моя племянница И я вольна делать с ней все, что захочу Пойдем Скорее Я Дити Сестра Гретхен Жены вашего сына Тобайса Их дочь я сиротела и будет жить с вами Я заботилась о ней шесть лет Но мне предложили работу во Франкфурте В богатой семье Поэтому я не могу больше с ней нянчиться Я знаю, что вы ненавидели Тобайса и Гретхен Но вам придется принять их дочь Убирайтесь отсюда Вот она Ее зовут Хейди Здравствуй, дедуля Я очень рада тебя видеть Ты покажешь мне наш дом Ух ты Как здесь красиво Как здесь красиво Где я буду спать? Дедуля Я нашла себе постель Я буду спать на сене Мне понадобится простыня и одеяло Дай мне, пожалуйста Простыню и одеяло Ну, просто Я привыкла так спать Ладно, если ничего нет Я укрою сеном Можно это взять? Я буду спать Я буду спать Дедуля, чудесная кровать получилась. Не хочешь посмотреть? Субтитры создавал DimaTorzok Дедуля, чудесная кровать. Дедуля, чудесная кровать. Дедуля, чудесная кровать. Вы обратились не по адресу, пастор. Я не знаю, что вам сказать. Говорят, вы знакомы с Крамером уже 50 лет. Что он за человек? Кто знает. Несмотря на строптивый нрав, он был славным юношей. Его сын был очень на него похож. Тобайс хотел жениться на девушке из Майнфилда. Адольфу она не нравилась. Он был против женитьбы. Но мальчик все равно женился и привел жену в дом. В ярости Адольф их выгнал. И сказал Тобайсу, чтобы тот не возвращался, пока не откажется от жены. Но отчего жители деревни так боятся и ненавидят его? Вражда разрастается, как сорняк, пастор. Жители деревни поддержали мальчика, и отец их проклял. Он ушел и построил себе хижину в горах. С тех пор он не разговаривал ни с одной живой душой. Про Оанна? Девочка будет с ним в безопасности? Это только Богу известно. Жизнь в одиночестве меняет человека. Мне нравится звон колоколов. А тебе, дедушка? Иди спать. Можно помолюсь вместе с тобой? Я же сказал, живо в кровать. Да, дедуля. Пожалуй, пойду спать. Спокойной ночи. Боженька, благослови дедушку. Сделай так, чтобы он меня полюбил. А я буду послушной девочкой. Аминь. И еще прошу тебя, сделай так, чтобы тетя Дитти осталась во Франкфурте на всю жизнь. Аминь. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Это мне? Да. Таких красивых стульев в жизни не видела. Спасибо. А что ты делаешь? Сэр. Я помогу? Что? Мешай. Только ты завяжи мне фарту, ладно? Спасибо. Ух ты, они наши, дедуля? А как их зовут? Лебеденок и медвежонок. Что-то ты не особо похожа на лебедя. А ты не похожа на медведя. Ты похожа на красивую козочку. Вот интересно, а молоко у тебя тоже черное? Можешь ее подоить. Я не умею доить козу. Значит, пора научиться. Вот так. Если ты не будешь бракаться, у меня все получится. Ну, пожалуйста, не будь ты такой, такой, такой упрямый. Какое у медвежонка теплое молоко. Нелегкая ты работа, да, дедуля? Может, хватит на сегодня? Не думаю. У кролика пышный мех, а значит, зима будет суровой. Ну, нам же не страшна суровая зима. Дерево нас согреет, а козочки накормят. И еще у нас есть много-много сена. Можно мне погулять с Питером? Может, это последний раз перед зимой. Ну, ладно, иди. Но не задерживайся. Хорошо. Ты уверен, что справишься без меня? Постараюсь. Постараюсь. Ты же должна быть в постели. Никак не могу заснуть. Смотри-ка, что я нашла. Так. Как думаешь, она работает? Давай проверим. Она такая старая. Наверное, это интересная история. А о чем она? Она в волшебных деревянных туфлях. Давай, дедуль, я готова. Итак, давным-давно жила-была маленькая девочка по имени Нетти. Вы видели мои новые туфли? Они деревянные. Милые маленькие туфельки. Такие красивые. Я могу танцевать в них. И парить, словно бабочка. Я могу прыгать высоко на вершину любого дерева. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Золотая осень для Хейди пролетела слишком быстро Но самое веселье началось с приходом зимы ДимаTorzok 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 Девушки отдыхают Дай мне ч... ч... Трудные слова Ну, помоги же мне Дай мне часть своего состояния Поделил отец состояние И младший сын забрал всю свою долю И отправился в далекую страну Это наизусть, знаешь? Да Наизусть А сын потом к отцу вернулся? И сын сказал Отец, я согрешил Нет мне прощения Я не достоин больше называться твоим сыном Но отец приказал слугам принести Лучшее деяние и надеть на него На палец перстень На ноги туфли Мой сын Умер и возродился снова Если человек держит сто овец И одна овца отбилась от стада Бросит ли он остальных 99 И пойдет ли он в горы Чтобы Найти ту овцу И если Питер Что там такое? Хейди с дедушкой Пришли в церковь И если ему удастся ее найти Говорю вам Он будет поистине рад этой овце А не 99, которых он оставил Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуй, Адольф Здравствуй Как хорошо, что вы пришли Отлично выглядишь Спасибо Сюда идет дедушка Старый орел покинул свое гнездо Это все благодаря Хейди Адольф, старый ты плут Не выдавай меня Паста, простите за все, что я вам наговорил Это в прошлом, сосед Мы рады вас видеть Надеюсь, вы будете заглядывать к нам почаще Что скажешь, Хейди? Ну, я считаю, что все должны ходить в церковь по воскресеньям А еще, что вам пора стать фрау Шульц Тетя Дитя? Что? Что вам нужно? Где твой дедушка? Он ушел в горы за дровами Надевай пальто и рукавички, мы уезжаем Не хочу никуда уезжать Что? Я хочу остаться здесь Я очень люблю дедушку, и он меня тоже Сегодня у меня день рождения, мы будем праздновать Вот Что он мне подарил Лебеденок и медвежонок А еще мы скоро пойдем в деревню за едой А потом к нам придут Питер и бабушка Мы с тобой отправляемся в небольшое путешествие Куда? Во Франкфурт Вернешься, когда захочешь Я не хочу, во Франкфурт Не спорь со мной Где твоя одежда? Нужно спросить у дедушки Где она? Там Беспокоиться не о чем Доедем на санях до Майнфилда Там сядем на поезд А потом я куплю тебе подарок к дню рождения Я успею на свою вечеринку? Ну, конечно А можно привезти бабушке мягких булочек? У нее почти нет зубов Поэтому она не ест черный хлеб Да Пойдем, поспеши Сперва мне нужно дедушке сказать Некогда мы опоздаем на поезд Я отправлю к нему извозчика Нет, я сама скажу Как думаешь, если я положу их возле огня Он догадается, что я скоро вернусь? Конечно Давай скорее Эдди Эйди 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 Ты где? Привет, малышка Хейби Здравствуйте, пастор Ты уезжаешь? Да, во Франкфурт с тетей Дити Мы едем в небольшое путешествие, пастор У нее день рождения Замечательно Счастливого пути, Фрейлин Спасибо Вон дедушка Нужно ему сказать Сядь Поехали Дедушка Вы не видели Хейди Она пропала Вы не знали? Тетя повезла ее во Франкфурт Она похитила ее Где они? Похитила Вон Хейди Я никуда не поеду Поедешь Поедешь Сядь и успокойся Ты знала с самого начала Ну и что с того? Я никогда не попаду на свою вечеринку Все из-за тебя Дедушка И дедуля будет совсем один Город Франкфурт был оживленным и захватывающим Но Хейди Он казался всего лишь большой шумной клеткой Ты помнишь, чему я тебя учила? Я должна сказать Как поживаете, Фрейлин Роттенмайер? А Кларе Здравствуйте, Фрейлин Клара Надеюсь, вы скоро поправитесь Ну зачем мы к ним едем? Скоро ты все узнаешь В присутствии взрослых Настоящая леди должна проявлять хорошие манеры Вести себя необходимо сдержанно И даже застенчиво Они уже должны быть здесь, Фрейлин Запомни, Клара Никакого волнения Ты все еще больна Привычка перебивать Ни в коем случае недопустима Хорошо воспитанная молодая леди Всегда дождется подходящего момента Интересно, какая она? Твой отец говорил О здоровом, неиспорченном горном ребенке Твоего возраста Лично я считаю, что это все ни к чему Папа говорит, что мне это пойдет на пользу Но у тебя же есть я Разве я даю тебе недостаточно? Да, это очень любезно с вашей стороны Но мне не особо весело Ничего не забудь Кто к нам пожаловал? Поторопитесь Сообщите, что мы здесь Где же вы ее откопали? Это моя племянница Бедное дитя Вы здесь король? Очень похоже Маленькая Фрейлин Если бы остальные тоже так считали Чудесная малышка В необычной шляпке Они прибыли, Фрейлин Эндрюс, а какая она? Весьма интеллигентна И пусть шляпка не вводит вас в заблуждение Позовите их Как поживаете, Фрейлин Роттенмайер? Как тебя зовут? Эдди Эдди? Абсурдно Какое имя тебе дали при Кристинах? Я этого не помню Ты мне дерзишь? Нет, Фрейлин Она не поняла Кристили ее как Адельхейт Что-то она совсем маленькая Сколько ей? Старше, чем кажется Ей почти одиннадцать Тетя Дитя говорит неправду Мне сегодня исполнилось восемь Дедушка хотел устроить вечеринку Ты давно ходишь в школу? Я никогда не училась в школе Здравствуйте, Фрейлин Клара Надеюсь, вы скоро поправитесь Зови меня просто Клара А я тебя буду звать Хейдди Договорились? А почему ты сидишь на одном стуле на колесиках? Я не могу ходить Прошлым летом я упала и повредила спину Поэтому обо мне заботится Фрейлин Роттенмайер Значит, ты не сможешь забраться на гору Вместе с Питером, Лебеденком и Медвежонком? А кто они? Твои друзья? Да, это дедушкина коза А Питер? Предводитель козлов Расскажи мне о них Довольно Забирайте своего несносного ребенка Тогда вам придется заплатить мне больше, чем обещал господин Сеземан Да как вы смеете? От меня вы не получите ни пфенига Вам же хуже Я привезла ребенка, как и просил господин Сеземан А вы отказываетесь по каким-то личным причинам Убирайтесь Вместе с своей жалкой племянницей Хорошо, но сначала отдайте мне деньги Или я доложу господину Сеземану Я вас давным-давно раскусила Богатый вдовец со своим больным ребенком Вы не хотите, чтобы Клара выздоровела? Не сейчас Только когда он будет уверен, что его малышка жить без вас не сможет А теперь сами избавляйтесь от несносного ребенка Хотите отдать ее цыганам? Дедушка будет волноваться, он не знает, что я уехала Мне завтра нужно вернуться Дети не сказала тебе? Что? Ты будешь жить со мной? Нет, не сказала У меня умерла мама, а папа большую часть времени проводит в Париже Мне совсем не с кем играть Я не могу жить здесь Я возвращаюсь к дедушке Конечно, возвращаешься Нет, она мне нравится Эндрюс утром тебя отвезет Она останется Здесь я решаю Я знаю, что для тебя лучше Нет, нет, решать будет папа, когда вернется Клара, тебе нельзя волноваться Тебе станет хуже Да, станет, если вы не позволите оставить Хейди Клара, я не могу остаться Тише, дорогая, тише Не забывай, что ты больна Вы не хотите, чтобы я поправилась? Не так ли, Фрейлин? Как ты можешь такое говорить? Тогда Тогда позвольте мне оставить Хейди Хорошо В качестве подарка Я не могу здесь остаться Дедушка ждет меня, он переживает Ужин подан Тебе здесь понравится, Хейди Нам будет очень весело вместе А Фрейлин сообщи твоему дедушке Нет Тут идите, отвезет меня домой Ужин стынет Вернемся к этому завтра Значит, я смогу уехать? Я сказала завтра, Адель Хейд Адель Хейд Я жду Господь, благодарим тебя за пищу Что ты дал нам Боженька, благослови дедушку Лебеденка и медвежонка Я буду хорошей девочкой Аминь Можете накрывать Помни, Клара Самую малость Зачем ты таскаешь еду, Адель Хейд? Это для бабушки Я отвезу и хлебушка Положи на место Что это такое? Нечто вроде зайца Думаю, вам понравится Сами положите Я бы предпочла немножко сыра Наша маленькая гостья Совсем не имеет понятия Как вести себя за столом Дай мне под нос, Андрюс Теперь смотри, Адель Хейд Вот как нужно накладывать А ну-ка, прекрати Какая досада Может идти Это не смешно Ты не в варварской лачуге в горах А в приличном доме Адель Хейд Не смей зевать Кошмар какой-то Не ругайте ее У нее был тяжелый день Я стараюсь быть терпимой, Клара Но зевать за столом Это верх наглости Зевая Человек Выказывает неуважение И отсутствие самообладания Это привлекает внимание И означает, что ты абсолютно невоспитана Я дал и так больше, чем они стоят Отправляетесь за девочкой? Да Пешком до Франкфурта не дойти Более ста миль Доберусь Мы одолжим тебе на поезд Ты очень добр, Франц Но ноги донесут меня А на обратный путь у меня деньги есть Прощай счастливого пути Дохранит вас Господь Субтитры сделал DimaTorzok А вот и малышка Сладкий Пудинг Я слышала Горн Питера Он меня ищет Горн Питера? Ну да Разве вы не слышите? Должен сообщить, что это Горн не твоего друга Пойдем, выглянем в окно Свежая рыба Свежая рыба Свежая рыба Да, это совсем не Питер Это свежая рыба Вам лучше одеться, Фрейлин Скоро завтрак Никогда не думал, что буду прислуживать леди Поторопитесь Завтрак через 10 минут В этом доме мы любим пунктуальность Пунктуальность? Не передразнивай Не передразнивай Зевать за столом Ну разве она не прелесть? Я так рада, что она останется Останется? Да, но она еще не знает об этом Бедняжка верит, что сегодня уедет домой Но здесь ей будет лучше Ты так не считаешь? Мы сошьем ей новое платье И шляпку стоит сменить? О, Хэйди Какое чудесное платье Где тетя Дитя? Нам уже пора ехать Не думай сейчас об этом Через минуту начнутся уроки с Фрейлин Ну, пожалуй, можно и задержаться ненадолго Но чуть-чуть Мне не хочется с тобой расставаться Надеюсь, ты скоро встанешь с этого кресла и сможешь ходить Фрейлин говорит, что, возможно, я никогда не смогу ходить Питер тоже сказал, что я никогда не научусь читать А дедушка сказал, что научусь, и я научилась Ну, у тебя такая же спина, как и у меня И ноги такие же Я думаю, ты сможешь ходить, если очень постараешься Ты попробуй Я не осмелюсь Почему? Я могу упасть Вопрись на меня Я сильная Ты правда считаешь, что у меня получится? Вот попробуем и узнаем Давай Положи руку мне на плечо Нет, я не могу Не рассказывай, Фрейлин Не скажу Кто это? Обезьянка Нужно впустить, она там замерзнет Фрейлин это не понравится А она простудится И потом Я никогда не видела обезьянок, а ты? По правде говоря, нет Она намекает, что замерзла Иди-ка сюда, заходи Иди, моя хорошая Ну, привет У нее очень хорошие манеры Фрейлин Роттенмайер будет в восторге Пойдем Кого принесло, когда здесь моют полы? Отдайте мне Луизу Что? Луизу, мою обезьянку Обезьянку? Ваши, для себя это не за так Продолжение следует... Из тебя получится замечательный учитель Она просит тебя назвать основные реки Европы Это очень трудно Спросить что-нибудь полегче Если с вашим грубым проявлением несдержанности покончено Мы можем начать урок Эндрюс Эндрюс, Эндрюс, на помощь Помоги Вы звали? Уберите отсюда это Ничего смешного в этом нет Брысь И я сказал, брысь Снимите ее Снимите ее с меня Мне очень жаль, это так некультурно Да как вы смеете Это моя вина Я помогу вам подняться вот так Снимите ее Она же разовьет люстру Боже мой Надо ей солью посыпать хвостик Точно, нам нужен план Я могу вам помочь? Нет, спасибо, я справлюсь Вы будете отвлекать ее А я подойду сзади Сюда, обезьянка Сюда, сюда Эй, обезьянка Иди сюда Иди сюда Это зашло слишком далеко Луиза, Луиза Спускайся, с тобой пришел папа Луиза, ко мне Быстрее уходите, пока она не пришла в себя Держите Что с тобой? Так, кто ее сюда впустил? Я Ей было очень холодно И что с тобой? Рейлин, я тоже виновата Такое поведение недопустимо Она будет сурово наказана Не троньте ее Я расскажу папе Прости, дорогая Ты только не волнуйся Я забыла, что тебя это может расстроить Адель Хейт проведет остаток дня В своей комнате Я не могу Тетя Дитя отвезет меня домой Твоя тетя уехала утром Она Уехала Но она вернется? Нет Не вернется Я отпустила ее Но она же должна отвезти меня домой Боюсь, что нет Еле тебе нет никакого дела Она предложила отдать тебя цыганам Фрэллим, не надо Сомневаюсь, что ты когда-нибудь увидишь свою тетю снова КОНЕЦ КОНЕЦ Что это значит? Я должна уйти Что у тебя в шляпе? О Решила сбежать Нет, я просто хочу домой Эндрюс Выкиньте эти булочки Нет Они для бабушки Она не может есть черный хлеб Выкиньте эту отвратительную шляпу Нет, это моя шляпа Я хочу домой Это все, Эндрюс Вам не удастся меня остановить Я снова убегу Я не могу жить без сосен и гор Дедушка переживает за меня Отпустите Прекрати нести вздор Ты не поедешь домой, пока я не разрешу Отправляйся наверх Выйдешь снова из комнаты? Я тебя выпырю Ну же, маленькая Фрейли Выше нос Вот твоя драгоценная шляпка Давай спрячем ее под кровать Попытайтесь развеселить ее Милый Хэйди Я не знала, что ты так сильно хочешь домой Не надо снова убегать Обещай мне Нет Этого я пообещать не могу Ты должна, Хэйди Папа приезжает на Рождество Осталось всего-то две недели И если ты не передумаешь возвращаться Я попрошу его отправить тебя Ты уверена, что он послушает тебя? Конечно, обязательно Я не буду убегать Обещаю Пойдите Я нарядилась для встречи с папой Кларой Очень впечатляет А сюда посмотрите Ну, наконец, новая шляпка Но домой я ее с собой не возьму Почему? Дедоль меня не узнает Ты уезжаешь сегодня? Да Клара попросит папу отправить меня Он будет с минуты на минуту Я зашел сказать, что, когда ты с ним встретишься Ты должна сказать Здравствуйте, сэр И сделать реверанс Чего-чего? Ну, вот это Забавный способ здороваться Мне кажется, тебе стоит потренироваться Здравствуйте, сэр Да, думаю, подойдет Счастливого Рождества, сэр Счастливого Рождества, Эндрюс Спасибо, сэр Все в порядке? Да, в полном Счастливого Рождества, Карл И вам, сэр Добро пожаловать, господин Седземан Благодарю вас, фрейлин Роттенмайер Как Клара? Как я и ожидала Ее состояние без изменений Я не хотела вас беспокоить в письме Но племянница Дитти несносна В самом деле? Ее манера ужасна И она постоянно заставляет Клару волноваться Я серьезно и беспокоена Мне жаль это слышать Почему же вы не отправили ее обратно? Клара без памяти влюблена в этого ребенка Я не могла разбить ей сердце Вы же знаете, как сильно я люблю ее Но вам стоит немедленно принять меры Для благополучия Клары Папа, папа, я жду Я иду, дорогая Мы обсудим это позже Папочка, как же я рада тебя видеть Дорогая Клара, что случилось? Я ожидал... Фрейлин сказала мне Ты отлично выглядишь Конечно Потому что я счастлива Это все Хейди Хейди? Моя маленькая компаньонка Огромное тебе спасибо за то, что ты разрешил ей остаться Фрейлин считает, что для тебя это общение слишком волнительно Она мне нравится С ней мне всегда весело Папа, она такая чудесная Дорогая, что-то оказало на тебя невероятный эффект Раньше я ничего так сильно не ждала А теперь, когда я просыпаюсь, я думаю Я проведу с Хейди целый день Я только не понимаю, почему она не нравится Фрейлин И я тоже Очень странно Сэр, это Фрейлин Хейди Здравствуй, Хейди Здравствуйте, сэр Да, не очень получилось Можно я еще попробую? На сегодня хватит Сейчас мы пойдем к рождественской елке Ты ни за что не угадаешь, какой я приготовила тебе подарок Дай попробую Это животное, овощи или минерал? Ну, полагаю, животное Я знаю Это пони Мы готовы к церемонии, господин Сеземан Пройдемте, сэр А вот и мы Не забудь, тебе нельзя волноваться Да, Фрейлин О, нет, не забудь, тебе нельзя Субтитры создавал DimaTorzok 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 Подождем, пока нам подарят подарки Он думает, что это животное Счастливого Рождества! Спасибо! Счастливого Рождества, Фрейлин! И спасибо вам за ваш труд! Благодарю, господин Сэдзмэн, для меня Клара, как родная дочь Папа, теперь мой подарок для Хэйди Клара, спина! Я забыла Пап, вон тот! Счастливого Рождества, дорогая! Спасибо! А это Клара, от Любящего Папы! Хэйди, переверни ее и потряси! Это же домик моего дедушки! Он несет дрова! А можно оставить насовсем? Конечно, можно! Хэйди! Смотри! Она замечательная! Теперь моя очередь! Я нигде не вижу своего пони! Подарим подарок сейчас? Поддержите куклу, Фрейлин! А теперь смотри, папа! Встань туда! Не бойся! Я не боюсь! Клара, стой! Подождите! Хорошенько обопрись на меня! Теперь сама! Счастливого Рождества, папочка! Дорогая моя! Дитя мое! Мне сказали, что, возможно, ты никогда не сможешь ходить. Как это произошло? Хэйди научила. Хэйди! Я боялась, но она убедила меня попробовать. Мы тренировались каждый день. Малышка, ты просто чудо! Нет, это все дедушка. Питер сказал, что я никогда не научусь читать, а дедушка сказал, что научусь, и я научилась. И поэтому я решила, что Клара сможет, если захочет. Ну вот она и смогла. Это самое счастливое Рождество в моей жизни. Нет, ваш подарок тоже очень хороший. Теперь я смогу вернуться домой? Нет, у меня есть для тебя еще подарок. Наш дом теперь твой дом. Нет, я не могу его принять. Почему? Дедуля так давно меня ждет. Хэйди, я так надеялась, что тебе не захочется уходить. Разве ты не хочешь остаться с Кларой и быть ее младшей сестрой? Да, конечно хочу, но мне нужно домой. Папа, я обещала Хэйди, что ты позволишь ей уехать, если она захочет. Дорогая, ты не понимаешь. Ты будешь моей дочерью. У тебя будут красивые платья, как у Клары. Все, как у нее. Ты вырастешь настоящей леди. Тебе бы хотелось? Нет, спасибо. Я хочу к дедушке. Я не могу тебе этого позволить. Но Клара обещала. Я... Прости, Хэйди. Однажды ты поймешь. Папа, я же обещала, что она уедет домой. Милая, ты даже не представляешь, что за человек ее дедушка. Дитя сказала, что он очень жестокий, и все его боятся. Нет, Хэйди будет лучше с нами. Ты... Ты все испортила. Не трогайте мой подарок. Фрейлен Роттенмайер. Что все это значит? Простите меня, господин Сезамон. Я была не в себе. Больше я этого не потерпел. Да, господин Сезамон. Вы получите расчет и уедете завтра. Дедушка, 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 больше мы никогда не увидимся. Да, господин Сезамон. Вы кого-то ищете? Свою внучку. Возможно, она в театре. Сегодня там очень много детей. Да, возможно, она там. Спасибо. Тебе чего, дед? Я ищу свою внучку. Туда нельзя. Она может быть там. Прошу прощения, представление скоро закончится. Подождите здесь. Хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Хэйди, Хэйди, смотри, там Санта-Клаус. Где? Я не вижу. Папа, мы хотим посмотреть. Лучше не надо, детка. Сегодня мы и так повеселились. Но Хэйди не видела. Не важно, мне уже все равно. Хэйди! Хэйди, где ты? Там дедушка! Это не твой дедушка, Хэйди. Но голос так похож. Дорогая, ты должна быть ошиблась. Твой дедушка далеко в горах. Я уверена, это был его голос. Дедушка! Дедушка! Где ты? Хэйди! Хэйди! Не волнуйся, это был чей-то другой дедушка. Хэйди! 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 Что вам нужно? Я обознался. Она должна быть где-то здесь. Хэйди! Полицейский? Этот старик ведет себя странно. Присмотрите за ним. Моя внучка здесь. Ее зовут Хэйди. Ваша внучка? Вы ошиблись. Я сам проверю. Что вы здесь делаете? Я ищу свою внучку. Она должна быть в этом доме. Вы пойдете с нами. Она где-то здесь. Я не уйду, пока не найду ее. Что такое? Нельзя беспокоить людей. Господин Бэтмайстер, я слышал, как она звала меня. Повторяю. Она попала в беду. Мы не позволим вам долбиться во все двери в столь поздний час. Я должен найти ее. Конечно, конечно. За ночь с ней ничего не случится. А утром мы разберемся, что к чему. Повторяю. Я должен найти ее сегодня. Запрети его. Все камеры заняты. Ну, еще бы. Рождественская ночь. Отведите его в комнату для задержанных. Господин Бэтмайстер. Уведите его. Прекрати. Рождество приходит раз в году. Не надо было столько пить. Рождество приходит раз в году. Рождествует... Субтитры сделал DimaTorzok Эдди, поднимайся. Веди себя тихо. Почему? Что случилось? Мы уезжаем. Уже утро, и вы отвезете меня домой? Да, мы едем домой. Я думала, Эндрюс меня отвезет. Он не может. Поедешь со мной. Одевайся скорее. Боже, если ты справедливый и милосердный, помоги мне в час нужды. Прошу тебя. Поторопись. Но мне нужно попрощаться с Кларой и с папой. Нельзя беспокоить их так рано. Я уже попрощалась за тебя. Подождите, я забыла. Больше так не делай. Хейди! Хейди! Я положу этому конец. Не надо, пусть наслаждаются Рождеством. И вовсе не утро. Все еще ночь. Нам предстоит долгий путь. Нужно успеть на поезд. Мы не туда идем. Я лучше знаю. Но не пойду я с вами. Я подожду Эндрюса. Сначала ему придется тебя найти. Отпустите меня, отпустите. Вот ребенок. Милая маленькая девочка. Отпустите меня. Я хочу к дедушке. Больше ты не увидишь своего дедушку. Хейди! Дедушка! Хейди! Дедушка! Дедушка! Дедуля! Хейди! Дедушка! Мне больно! Дедушка! Забери меня! Что случилось? В чем дело? Этот гнусный старик украл моего ребенка. Эй, вы стойте! Остановитесь! Он украл мои сани. А это чьи? Мои. Садись, следуем за ним. Что случилось? Украли мои сани. Садись, следуем за ним. Садись, следуем за ним. Садись, следуем за ним. Мы взяли чужие сани. Вы похитили ребенка, а? Он меня не похищал. Я же говорю, она моя. Тишина. Капитан, мы нашли ту женщину. Приведите ее. Это ваш ребенок? Да, капитан. Это неправда. А этот мужчина ударил вас и забрал ребенка? Именно. Она лжет. Я не знаю, кто она такая. Хэйди, моя внучка. Достаточно, вас ждет суд. Глупцы, вы не понимаете. Что делаете? Заприте его. Вы не можете снова забрать ее. Нет, пожалуйста, не забирайте его. Он говорит правду. Он мой дедушка. Он мой настоящий дедушка. Пожалуйста, отпустите его. Пойдем. Не устраивайся, она истеричка. Дедушка. Просим вас явиться в суд. Отведите ребенка домой. Я не ее ребенок. Она плохая. Она хотела меня отдать цыганам. Пожалуйста. Позвольте дедушке забрать меня домой. Он не хотел ничего плохого. Я буду работать. Я отплачу вам за все, что он сломал. Пожалуйста. Не обращайте на нее внимания. Скоро она будет в порядке. Я не пойду с ней. Она сломала мой подарок и помешала, чтобы я уехала домой в горы. Если вы не верите мне, спросите господина Сэземана. Он скажет правду. Сэземана? А он тут при чем? Вообще ни при чем. Абсолютно ни при чем. Нет, при чем. Тетя Дитя отдала меня, чтобы я играла с Кларой. Я научила ее уходить. Абсурд. Пойдем. Минутку, лейтенант. Пожалуй, стоит послать за господином Сэземаном. Абсурд. Мы были в гостях у него сегодня. Ведь Рождество. А моя сестра работает там гувернанткой. Не стоит беспокоить господина Сэземана. Вам придется подождать, пока мы не услышим, что он скажет. Дедушка! Дедушка! Вот так дела. Похоже, что это невозможно. Ничего не получается. Ты не той рукой делаешь. Вот так надо. Боже мой. У медвежонка очень теплое молоко. Теплое. Конечно, глупенький. Все козы теплые. Очень мило. Хайди! Хайди! Они приехали. Тут есть чему поучиться. Давай наперегонки до дедушки. Так, так, так. Дедулечка, это Клара. Ты только подумай, она меня обогнала. А зато я обогнала господина Сэземана. Здравствуйте. Это бабушка и предводитель козлов Питер. А это пастор Шульц и фрау Шульц. На этот раз соглашусь. Они вчера обвенчались. Проходите, садитесь. Вы, должно быть, устали карабкаться на гору. Благодарим тебя, Господь, за пищу, что ты нам дал. Боженька, пожалуйста, сделай так, чтобы каждая девочка на свете была такой же счастливой, как я. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok